Бог действует в любых обстоятельствах. Книга Бытие, глава 49, с 22 по 33 стих. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца Твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца Твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот что сказал им Отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпелла, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина, в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сарру, жену его. Там похоронили Исаака и Ревекку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем, куплено у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. Размышления, часть 1. Жизнь, устроенная Богом. Книга Бытие, глава 49, с 22 по 26 стих. Благословляя Иосифа, Иаков напоминает ему обо всех трудностях и о том, как Бог помог ему пройти все и прийти к процветанию. Именно Он позволил Иосифу подняться и достичь высокого положения. Оглядываясь на свою жизнь, не спешите отбрасывать плохие воспоминания. Ищите Божьи руки даже в них. Посреди жизненных неурядиц бывает сложно разглядеть, как Бог работает с нами. Но взглянув назад, мы сможем увидеть Его руку повсюду, как в хорошем, так и в плохом. Поразмышляйте сегодня о своей жизни, хотя бы за последний год, и постарайтесь разглядеть, как Бог работал в ней. Применение. Почему нам в текущих обстоятельствах бывать сложно разглядеть работу Бога? В чем, оглядываясь на свое прошлое, вы видите руку Божью? Размышления, часть 2. Надежда в этой жизни и не только. Книга Бытие, глава 49, с 27 по 33 стих. Иаков – один из ключевых персонажей Библии. Бог пришел к нему, когда он был далек от идеала, да и потом ненамного лучше стал. Он обманывал, поступал эгоистично, повторял ошибки своих родителей, имел любимчиков среди сыновей. Тем не менее, в мир иной он отходит исполненной веры. В Евреях 11, 21 говорится, что он умер, как истинный поклонник Божий, не на свои дела надеясь, а на одного Бога, который есть источник всякого благословения. Каким бы плохим ни было прошлое человека, Господь не утаит своего спасения ни от кого, кто придет к нему в искреннем поклонении. История Иакова свидетельствует нам о том, что и в этой жизни, и в смерти наша надежда только на Господа. Применение. Почему, когда дело касается спасения, мы можем бежать только к Господу? Что бы вы ответили человеку, который утверждает, что люди, много грешившие, не заслуживают спасения? Молитва дня. Отец Небесный, благодарю Тебя за мудрое и милосердное устройство моей жизни. И в этой жизни, и в будущей, моя надежда лишь на Тебя. Используй меня, чтобы и другие познавали эту надежду и держались за нее. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok